Добрый день, уважаемые гости моего канала. Многое вы знаете о секретных военных базах. Да практически ничего. Вот какой информацией поделилась с нами агентство РИА Новости. Земной шар покрывает целая сеть внешне неприметных военных объектов, которые тем не менее способны сильно повлиять на ход боевых действий. О них пишут книги, снимают фантастические фильмы, им посвящают компьютерные игры. Но никто не знает, что там происходит на самом деле. Легендарная база ВВС США «Зона 51» в пустыне штата Невада не раз фигурировала в фантастических боевиках. Чего только не приписывали служащим здесь американским военным. И изучение инопланетных технологий, и создание летающих тарелок, и культивацию боевых вирусов, способных уничтожить все человечество, и генетические эксперименты. Раскладившиеся теории заговора вынудили Пентагон со скрипом раскрыть некоторые детали. По официальным данным, в «Зоне 51» разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Известно, что здесь испытывали такие самолеты, как высотные разведчики Lockheed U-2, A-12 и SR-71, а также знаменитые невидимки F-117. Необычная треугольная форма их фюзеляжа и могла натолкнуть случайных свидетелей полета стелсов над пустыней на мысль об экспериментах с НЛО. По некоторой информации, в настоящее время в «Зоне 51» занимаются сверхсекретным гиперзвуковым стратегическим разведчиком – невидимкой SR-91 «Аврора». Как сообщают американские СМИ, этот самолет развивает скорость до 20 тысяч километров в час. Однако Пентагон пока не спешит ничего говорить, не отрицает и не подтверждает. Гуантанамо Бэй. Американская военно-морская база в заливе Гуантанамо на Кубе уже более 100 лет. Ее площадь около 117 квадратных километров. Гавань базы вмещает до 50 крупных кораблей, вплоть до авианосцев. На суше свыше полутора тысяч служебных и жилых объектов. Механизированный порт, судоремонтные мастерские, плавучий док, склады продовольствия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Контингент базы – около 10 тысяч человек военного персонала. Специально для них построили небольшой город со всеми удобствами. Но свою печальную известность база получила из-за одноименной тюрьмы, расположенной на ее территории. Американцы с 2002 года содержали здесь в общей сложности более тысячи человек без суда и следствия. В прессу неоднократно попадали мрачные слухи о царящих здесь порядках. Лиц подозреваемых в терроризме пытали, не давали им спать, держали на полуголодном пайке, из них, по сути, выбивали признание. Еще в 2009-м президент США Барак Обама подписал указ о закрытии тюрьмы. Но она функционирует и сегодня. По данным Международных правозащитных организаций, в ней содержится около 40 заключенных. О крупной китайской военной морской базе Юлинь на побережье острова Хайнань узнали недавно. В 2008 году американские разведывательные службы опубликовали фотографии, свидетельствующие, что Народно-освободительная армия Китая возвела в горном массиве огромный объект для морской компоненты своих сил ядерного сдерживания. По данным спутниковой съемки, на базе Юлинь могут находиться до 20 подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами. А у расположенных рядом причалов поместятся целые две авианосные ударные группы. Эта база, созданная в тайне и в короткие сроки, очень важна для обороноспособности Китая. Маун Шайен. Сердцем национальной безопасности США считается трехкилометровая гора Шайен в окрестностях города Колорадо-Спринц и скрывающийся под ней постоянный командный пункт подземного комплекса НОРОТ – Центр Объединенного Командования Воздушно-Космической Обороны Северной Америки. Эта структура объединяет американскую и канадскую системы ПВО и ПРО в единое целое. В случае ядерной войны именно из бункеров в горе Шайен политическое и военное руководство страны будет командовать войсками. Строительство подземной базы началось в 1961 году. В глубине горы Шайен за три года была создана система искусственных пещер. Три тоннеля длиной 180 метров, высотой 20 и шириной 15 метров пересекались с еще четырьмя длиною в 100 метров, высотой 17 и шириной 10 метров, формируя своеобразную решетку. В этих камерах разместили 15 металлических конструкций, 12 из которых представляют собой по сути трехэтажные здания, у остальных 1-2 уровня. Внешнюю оболочку из листов низкоуглеродистой стали толщиной 9,5 мм поддерживает внутренний стальной каркас. Все эти конструкции установлены на специальных пружинах, делающих комплекс устойчивым к землетрясениям и последствиям ядерного удара. Бункер в горе Шайен действует и сейчас. Норвежскую морскую базу Олафсверн построили в годы Холодной войны в 15 километрах к югу от города Тромсё. У места слияния фьордов Рамфьорден и Балсфьорд. Конструктивно это подводный сухой док с прямым выходом к морю. Общая площадь базы почти достигает 25 тысяч квадратных метров. Ее фортификацией занимались союзники Норвегии по НАТО. Во время Холодной войны комплекс использовали в основном американскими субмаринами, патрулировавшими Северный Ледовитый океан. В их задачу входила слежка за советскими подводными ракетоносцами. После распада СССР база долго простаивала без дела. И в 2011-м ее выставили на продажу. В итоге Олаф Сверн выкупил бизнесмен Гонар Вильгельмсен и сдал в аренду подбазирование российских научно-исследовательских судов. В этом статусе она пребывает и сегодня. Вот какими самыми горячими новостями о военных базах мира поделилась с читателями РИА Новости. А я говорю вам до свидания. Мир вашему дому. До встречи. Продолжение следует...